На сегодняшний день выделено 135 земельных участков, из них 117 в пользование, 18 уже начиная с прошлого года в частную собственность. Сейчас идет работа по переоформлению земельных участков, полученных в пользование, в собственность. Для этого мы собираем соответствующие заявления участников АТО и членов семьи погибших и готовим решение на ближайшую сессию. И комиссия, и городская власть работают над тем, чтобы увеличить количество земельных участков для выдачи на перспективу, потому что в рамках нашего города это вопрос достаточно сложный. Город ограничен санитарными зонами, сложными коммуникациями, поэтому делается все возможное, в том числе учитываются предложения районов. На сегодняшний день утверждена градостроительная документация еще по 542 участкам в Долгинцевском районе. Размер участков определен земельным законодательством. Если речь идет о участке для строительства индивидуального от жилого дома, хозяйственных постройок и сооружений, это в рамках города 10 соток. Кроме того, в рамках этой работы городским головой было направлено соответствующее письмо в Министерство обороны по поводу возможности рассмотрения земельного участка на перспективу в районе бывшего военного городка 33 в Долгинцевском районе. Обратиться за консультациями можно ко мне, секретарю рабочей группы в управлении градостроительства, архитектуры и земельных отношений, кабинет 212А. Продолжение следует...